здравствуйте всем праздниками у нас сегодня микс музыки и сильнодействующих веществ первое упоминание чая три с половиной тысячи лет до нашей эры и конкретно случаем давно кто-то придумал человека придумал жизнь но не смог сделать человека таким образом чтобы он не мог обходиться бесполезных веществ и все-таки нам надо еда нужно витамины есть просто полезные и сильные и вот чай является одним из средством сил и чай удовлетворяет человека в питании это лекарство от тысячи болезней культура чая постоянно эволюционирует его способы заваривания разное и если есть чай то есть люди которые стремятся к философскому образу жизни к мудрости к вере пытаются как-то регулировать свою жизнь вот появился чай появились и философские воззрения как устроена жизнь это четыре стихии поведение человека появились ритуальные действия микс культур японской и китайской и так появилась традиционная даотская китайская чайная церемония то есть чай здесь является лишь способом присесть для того чтобы совершить ритуал ритуал это череда последовательных действий здесь все имеет смысл и поскольку речь идет о китае то там все начинается с двух энергий вниз и вверх сходящих мужской и женской и форму создают четыре стихии огонь вода воздух и земля правильно комбинация в разных пропорциях дает пространстве форму вот и здесь известная китайская пословица устал или там затруднения в жизни просто сядь и выпей чая да и смыта речь идет о том что сядь повзаимодействуй со стихиями приведи себя в порядок потому что и наше мышление наше жизнь наше сознание это четыре этих первоэлемента и нельзя залезть в себе в голову сделать массаж мозга и привести в порядок но мозг как бы наше сознание но проецируется вот на отчаянную церемонию то есть чайный столик это земля все видимые предметы это земля хотя это не выглядит как земля в прямом понимании но символически это именно затем стихия вода проявляется в понятном воде во владе на губах сейчас мы слышим как вода трещит когда закипает также вода на наши чувства стихия огня проявляется в пламени на которой греется вода температура воды энергия которую дает нам чай наша страсть внутренняя воздух это наши мысли наши мысли как мы чувствуем себя во времени как мы сидим как мы дышим вот что куда мы идем и вот просто полчасика посидеть самому по ритуалите и мой опыт 13-летний говорит что это неизбежно приводит к ожидаемому результату то есть человек уравновешивается когда мы тихий океан спокоен твоей жизни снаружи тоже как бы спокойно потому что что внутри то есть наружу сегодня мы будем начинать чаепитие с может быть для кого-то редкого чая но он точно необычный его нет магазинных полках но в китае тем не менее 10 это зеленый чай косичка вот я передам пока по кругу можете рассмотреть его познакомиться с тем как он пахнет история чая такова что достаточно красивую и знатную девушку не брали не брали замуж а в китае это достаточно такая позорная тема была в древние времена и вот хоть и богатство хоть и красота но как-то так получалось что она не могла забеременеть и из этого ее не брали вот и она стала как бы изгоем внутри своей семьи пошла и однажды сидел у руча встретила какого-то старикана вот он вытерлил слезы сказал что поможет его горю а он был ну такой достаточно сильный чайный плантатор вот и он взял два самых сильных листочка сплел их в косу и получается символически он связал то есть у девушки был дисбаланс мужской и женской энергии внутри из-за этого ей сложно было ну как бы стать матерью и вот он сделал для нее такой чай она выпила с тех пор ее как бы узлы развязались она стала детородной и потом появилась славная династия китая с тех пор как бы как говорят во всяком случае здесь в китае принято жениху и невесте дарить вот такой вот связанный связанный чай то есть это сила двух стихий двух энергий ну вот и сегодня мы попьем его чаепитие начнем с варки чая у нас она называется варка чая на открытом огне по методу лую я лую это человек который двинул чайную культуру но почему-то сами китайцы это чаепитие так не называют то есть просто чай готовится на открытом огне он варится в большой посудине то есть есть три вида чаепития бунхо это когда аромат из чая извлекают пинча это когда чай дегустируют методом пролива будут маленькие порции и вот варка чая в чайном каноне описано 101 стадия закипания воды в данном ритуальном действии самым главным является процедура хвост дракона то есть надо в воде закрутить вот этот правильный спираль водоворот вбросить в него чай и так вот сухой чайный лист начнет оживать и заполнять своей силой ну пока еще пустую воду обычно чтобы чай приготовился таким способом нужно кинуть его в кипящую воду 5-7 минут он постоит и вот мы его выпьем следующее чаепитие будет пинча я буду разливать чай в общем мелкими порциями тоже будет другой сорт чая и поскольку это уже будет проходить во время музыкалити то вы просто передавайте или подходите я буду наливать вам чай а пока будем ждать когда там вернется наш замечательный зеленый основа чаепития да и вообще для того чтобы лучше себя почувствовать это конечно же головная осанка то есть китайская медицина оттавливается от того на какой оси находится у человека три кокла тридентальный нижний средний верхний верхний это сознание средний это коммуникация и нижний его физическое присутствие вот поэтому для того чтобы вниз идеи энергия смыслов и энергия отца и энергия матери земли это здоровье устойчивость проходили свободно и вот они проходят по ровным по ровной осанке хорошенечко вращаются вот эти вот три кокла и человек клетки делятся они всегда делятся на то что мы делаем в настоящем моменте если нам это нравится таким образом мы оздоравливаемся и я надеюсь что сегодняшний мероприятие нас всех в этот прекрасный рождественский день оздоровит поднимут ридата нам вибрации мы поможем чаем своим настроением всем хорошего вечера полетели и все и и и и и и и